Всем привет! Я Елена Руденко. Это видео о Черногории, о красивейших пляжах Будвы. Я не буду вам рассказывать о платных пляжах, вход на которые от 150 евро. Все пляжи, которые вы увидите в этом видео, можно посещать абсолютно бесплатно. На этих пляжах есть и платные услуги. Например, на сутки арендовать зонтик и два шезлонга можно за 15 евро. Посещение туалетов на пляжах платное, стоит 50 евроцентов. Лучшие пляжи Будвы располагаются как вблизи старых городских стен, так и на окраинах курорта в уединенных бухтах. Курортные берега разнообразны по типу покрытия – мелкогалечные, песчаные, скальные. Также пляжи отличаются по уровню пляжной инфраструктуры и пейзажам. Знакомство с пляжами Будвы у приезжих на курорт туристов нередко начинается с центрального и потому всегда оживленного участка побережья – славянского пляжа. Это один из бесплатных пляжей Будвы. Покрыт мелкой галькой перемешку с песком. Комплексно оборудован, но в разгар сезона может быть слишком многолюдным. Славянский пляж, иногда еще его называют славянским, расположен в самом центре курортной Будвы, чуть на восток от старого города. Есть как минимум две версии появления такого необычного названия. По одной из них славянским пляж стал именно в 1938 году во время нацистской оккупации. На почве конфликтов между немецкими и словацкими туристами было принято решение центральный пляж оставить за словаками, а соседний Магрен сделать немецким. На пляже даже появилась табличка «Славянская плажа». По другой версии, местную пляжную зону в 20-е годы проектировали славянские архитекторы, что привлекло сюда множество их соотечественников. Отсюда повелось пляж в центре Будвы называть славянским или славянским. Этот пляж один из самых больших и активных в Будванском регионе, порядка 1600 метров в длину и 20 метров в ширину. Его началом считается Будванский порт, а окончанием – туннельный проход к Бечичи. Славянский пляж мелкогалечный с песком, но здесь тоже песочно-галечное, поэтому нередко вода, особенно около берега, бывает слегка сбаламученной и мутной. Если вы хотите прозрачной воды, отплывайте чуть дальше от берега. Вход в море равномерный, глубина нарастает постепенно, что всегда является большим плюсом, если вы приезжаете с детьми. Но и для хороших пловцов на пляже есть где развернуться. Буйками обозначена безопасная зона заплыва, за ними дежурит спасательный катер. Здесь редко бывают штормовые волны и сильные ветра. Пляж защищен от открытого моря островом Святого Николая. Славянский пляж относится к городским бесплатным местам отдыха, поэтому здесь всегда многолюдно. Многие отдыхающие в Будве выбирают именно этот пляж, чтобы никуда не ездить. Пляж хорошо оборудован как для любителей комфортного отдыха, так и для тех, кто предпочитает отдыхать дикарем. Если вы приходите со своими пляжными принадлежностями, как обычно на подобных пляжах, проблема может быть только в поиске свободного места. На славянском пляже можно взять лежаки и пляжные зонты в аренду. Есть пресный душ, туалеты и кабинки, где можно переодеться. Многие шезлонги относятся к кафе или ресторанам. В некоторых кафе и ресторанах, если вы сделаете заказ, то шезлонгам и туалетам можете пользоваться бесплатно. В летний сезон на пляже доступны многочисленные активности для всех возрастов. Это дайвинг, водные лыжи, полеты на парашюте, водные горки, аттракционы, пляжные виды спорта. Вдоль пляжа тянется центральный городской променад, где развлекательная жизнь кипит весь сезон. Здесь можно прогуляться пешком в вечерней прохладе, заняться спортом на одной из специально оборудованных площадок, потанцевать в знаменитых ночных клубах побережья, сходить с ребенком в лунопарк, полюбоваться диковинными средиземноморскими растениями в местном парке, сфотографироваться у фонтана, купить что-то на память торговой галереи, отсюда рукой подать до всех интересных мест в Будве. Поэтому пляжный отдых тут легко совместить, например, с посещением цитадели, это оборонительная крепость Будвы, музеев, исторической части города. Я рекомендую выбираться на прогулки в древний город ранним утром, пока большинство приезжих сюда еще спят, и вы сможете насладиться узкими, буквально метровыми, мощеными переулочками старого города. Отдыхая здесь, не упустите возможность посетить городской рынок с его свежайшей рыбой, зеленью, ароматными овощами, домашними сырами и заготовками. На пляже есть несколько причалов, откуда каждые полчаса отправляются катера в сторону острова Святого Николая, где расположен известный пляж Кавайи. Это отличный вариант морской прогулки. Поездка до острова и обратно обойдется вам от 3 до 5 евро, однако не забудьте сохранить билет до конца и запомнить лодку, которая везла вас. Если вам интересны прогулки помасштабнее, отсюда же, от Славянского пляжа, отправляются большинство экскурсий по Адриатике. Один из минусов Славянского пляжа, который я могу отметить, это отсутствие тишины. Славянский пляж – место в первую очередь тусовочное, и в сезон большую часть дня здесь звучит клубная музыка. Если вы любите тишину и уединение, выбирайте для себя более спокойное место. Если вы живете не в центральной части Будвы, до пляжа можно добраться на автобусе или такси. Для отдыхающих, приехавших на пляж на своем автомобиле, около пляжа оборудован платный паркинг. В сезон такая услуга обойдется в 3-4 евро за день. Меньше отдыхающих добирается до юго-восточной окраины курорта и пляжа Магрен. По моему мнению, это самый красивый пляж Будвы. Мы как раз на него сейчас идем. По дороге к Магрену у крепостных стен есть небольшой киношный пляж Ричардова Глава. Пляж назван в честь американского актера, сыгравшего главную роль в голливудском фильме о викингах. Съемки проходили как раз на этом небольшом участке морского побережья в 1963 году. До съемок фильма этот пляж называли Берег Будвы. Ричардова Глава переводится как «руководитель Ричард». Пляж имеет выгодное расположение возле популярной среди туристов старой части города. Это галечный пляж в сочетании с крупнозернистым песком, составляющий длину чуть больше 100 метров. Большую половину территории этого пляжа занимают закрытые участки для гостей пляж лежащих отелей. Перед отелем Авала создан песчаный вход в воду. Эта территория более ухоженная, но пройти на нее могут постояльцы гостиницы или любой желающий, заплатив 25 евро за комплект из двух лежаков и зонтик. Через 400 метров в паскальной тропе находится пляж Магрен. Два соединенных небольшим мысом пляжа на юго-западном побережье Будвы носят единое название Магрен. Благодаря отсутствию отелей в районе пляжа, Магрен выгодно отличается от других пляжей Будвы своей чистотой и ухоженностью. Пляжная бухта, расположенная ближе к центру города, это Магрен-1. Следующая за ней, скрытая за скалой, Магрен-2. Оба пляжа пользуются огромной популярностью не только у местных жителей, но и приезжающих сюда на лето туристов. Берег Магрена имеет свою специфическую особенность. Его нельзя назвать ни песчаным, ни галичным. Это нечто среднее, то ли очень мелкая галька, то ли очень крупный песок. Пляж привлекает посетителей своей потрясающе красивой природой. Его бухты образованы мощными скалами, где многовековая порода залегла слоями. Верхушки скал утопают в зелени и защищают пляж от любых посторонних глаз. Со всех сторон окружают горы, а далеко море можно увидеть старый город и остров Святого Николая. Море здесь прозрачное, необыкновенного изумрудно-зеленого оттенка. Среди камней легко встретить морского ежа или краба, а это говорит об чистой воде. Пляжная полоса Магрена относительно невелика. Первая часть Магрен-1 это около 200 метров береговой линии. Вторая Магрен-2 чуть меньше 150 метров. Скала между ними не относится к этой системе пляжей. Ее часто используют для отдыха нудисты. В соединяющей пляже-скале сделан сквозной проход так, чтобы отдыхающие легко могли переходить из одного пляжа на другой, даже не замочив ноги. В этом помогает небольшой деревянный мостик, где, кстати, получаются отличные фотографии. Попасть на оба пляжа Магрен-1 и Магрен-2 может любой желающий и абсолютно бесплатно. Вход в море понравится и взрослым, и детям. Берег здесь пологий, что позволяет детишкам и тем, кто не очень уверенно держится на воде, оставаться на мелководье. Зато их глубина нарастает довольно быстро, что дает возможность нырять и плавать тем, кто предпочитает большую воду. Безопасность на Магрен-2 обеспечивает команда спасателей. Их работа, а также общее качество пляжного отдыха здесь не раз было подтверждено голубым флагом, известной наградой в этой области. Продолжительность высокого сезона на пляжах Магрена порядка 4 месяцев, с мая по сентябрь. Цены на этом пляже на услуги и развлечения выше, чем на других бесплатных пляжах Будвы, например, на Славянском пляже. До пляжа Магрен можно добраться пешком из центра города. Напишите в комментариях, какой вам пляж больше понравился, Славянский или Магрен? Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, если нет, дизлайки. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если вы еще не подписаны на мой YouTube канал Ангел 50 на 50 демон, то обязательно подпишитесь. Некоторые мои видео доступны только моим подписчикам. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok